Всем привет! Вы даже не представляете, сколько всего необычного случилось в мире кино за неделю. Не будем медлить ни минуты, впереди только самое интересное. Хочу загадать вам загадку. Их было 14, мимо пролетал дракон, самому шустрому досталось золотое кольцо. О ком идет речь? Я люблю гостей, как и всякий хоббит. Но я бы хотел узнать их, прежде чем приглашать войти. Мистер Бэггинс, к вашим услугам! Ну конечно же, Бильбо Бэггинс. Российские фанаты Толкина могут ликовать. Несколько лет назад мы посмотрели экранизацию последней части «Властелина колец». На этот раз столкнемся с прологом знаменитой сказки «Хоббит. Нежданное путешествие». Перед глазами все те же знакомые персонажи, а в центре внимания скромный, но готовый к авантюрам Бильбо. Помочь команде гномов отвоевать их королевство у дракона Смога? Да запросто. С этого момента для «Хоббита» открывается мир, в котором бок о бок живут мудрые эльфы, злобные гоблины и, конечно же, тот самый Голум. Встреча с ним и станет завязкой фантастической эпопеи «Властелин колец». Если Бэггинс проиграет, мы сведем его целиком. По рукам. Создание картины началось еще в 2007 году, но из-за разных неурядиц постоянно тормозилось. Наконец, фильм готов показать себя зрителям во всей красе. Великолепные пейзажи Новой Зеландии, оригинальные костюмы и одно техническое новшество. «Хоббит» – это первая лента, снятая с частотой 48 кадров в секунду. Так что бегом в кино, это нужно почувствовать на себе. И если вернешься, ты уже не будешь прежним. Тем временем в Чикагском университете загадочные вещи происходят в реальности. Недавно его сотрудники получили странную посылку. В строке адресата указаны имя Индианы Джонса. Да-да, того самого археолога, который стал героем целой серии приключенческих фильмов. А вот координат отправителя нет. Некоторые считают, что это письмо из параллельного мира. Внутри посылки работники университета нашли очень точную копию дневника профессора Ревенвуда. По фильму это помощник Индианы. В книжку вложены портреты возлюбленной Джонса, копии старых денег, вырезки из газеты «Карты». Пока что получатели находятся в шоке, не понимая, кто отправил им такой подарок и зачем. Тем более, что на конверте, кроме марок 30-х годов, ничего нет. И не ясно, как он оказался в почтовом ящике. Есть в мире кино сюжеты, которые не теряют своей популярности с 1932 года. Именно тогда на экраны вышла первая версия легендарного фильма «Мумия». Сейчас студия «Юниверсал» работает над созданием уже пятого сиквела фантастической истории. Если все предыдущие версии отличались друг от друга по большому счету года выхода и наличием спецэффектов, то эта серия обещает быть необычной. Режиссер новой «Мумии» Лен Уайзман подошел к делу творчески. Сперва идея возродить легенду показалась ему неинтересной, но тут в голову пришла оригинальная мысль. Отныне история о гипетском чудище станет настоящим фильмом ужасов со всеми вытекающими последствиями. Сменив жанр, Уайзман надеется изменить и историю знаменитой картины. Что из этого получится, узнаем позже. Время нашей встречи, увы, подошло к концу. Не пропускайте интересные премьеры, будьте в курсе новостей мира кино. Увидимся через неделю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»